Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Программу нашего телеканала продолжает информационно-спортивный еженедельник о спорт, основными темами которого сегодня станут такие события. Первая ракетка Украины Ирина Светолина выходит в полуфинал престижного теннисного турнира в австралийском Брисбене. Лидер женской биатлонной сборной Украины Валентина Семиренко признана лучшей спортсменкой декабря месяца по версии Национального Олимпийского комитета. На стартовавшем в немецком Оберхофе этапе Кубка мира по биатлону прошли женские эстафетные гонки. Одесский женский баскетбольный клуб Интерхим готовится к старту во втором этапе чемпионата Украины. С вами еженедельник о спорт. Приятного вам просмотра! Украинская теннисистка Ирина Светолина вышла в полуфинал представительного теннисного турнира серии WTA Premier в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1 миллион долларов. В четвертьфинале, проявив невероятный характер 20-летней украинка, в трех сетах сломила сопротивление третьей ракетки турнира Анжели Кербер из Германии 4-6, 7-5, 6-3. Одного только выхода в четвертьфинал престижного турнира в Брисбене было достаточно, чтобы назвать начало сезона для Ирины Светолиной более чем успешным. Однако аппетит приходит во время еды, потому даже столь грозный соперник, как Анжели Кербер, не оказался для украинской теннисистки непреодолимым препятствием. Отметим, что в первых двух раундах турнира Светолина взяла верх над спортсменкой из Словакии Магдалиной Рыбариковой и хорваткой Айлу Тамлянович. Впереди первая ракетка Украины, теперь ждет встреча с победителем пары Шарапова Суарес Навара. Другая украинская теннисистка Леся Цуренко зачехлила свою ракетку на турнире в Австралии уже в первом же раунде, уступив двух сетах американке Мэдисон Брэнгли. Седьмого января в Дохе на турнире серии ATP Qatar Open в одиночном разряде прошли матчи второго круга. 57-я ракетка мира, 29-летний украинец Сергей Стаховский не сумел остановить первую ракетку мира лидера посева 27-летнего серба Новака Джоковича. Украинец проиграл своему сопернику в двух сетах со счетом 2-6-1-6. Встреча длилась 1 час 1 минуту. За это время Сергей не смог реализовать ни одного из трех своих брейкпоинтов, а новых сделал 4 брейка. Украинец три раза подал на вылет и один раз ошибся на подаче против пяти эйсов и двух двойных ошибок у серба. Теперь счет их личных встреч стал 4-0 в пользу сербского теннисиста. В четвертьфинале соперником Джоковича будет седьмая ракетка турнира Хорват Ива Карлович, который обыграл грузина Николос Басьяшвили. Не сумел Сергей Стаховский в паре со своим ровесником из Чехии Лукашем Росселом пробиться в полуфинал турнира Qatar Open и в парном разряде, уступив австрийцам 40-летнему Джулиану Ноулу и 28-летнему Филиппу Освальду со счетом 3-6-5-7. Поединок продолжался 1 час 10 минут. У обеих пар было по 6 брейкпоинтов, из которых Сергей и Лукаш не сумели реализовать ни одного, а их соперники реализовали два. На счету обеих пар по 3 эйса, при этом украинец с чехом, обошлись без двойных ошибок, а австрийцы ошиблись дважды. В полуфинале Ноул и Освальд встретятся с испанцами Фернандо Вердаско и Давидом Мареро. По решению Национального олимпийского комитета Украины, лучшей спортсменкой последнего месяца прошлого года, признана олимпийская чемпионка по биатлону Валентина Семеренко, а личный наставник, титулованный спортсменки Григорий Шамрай, стал лучшим тренером декабря. Заметим, что на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, украинка дважды поднималась на пьедестал почета. Она завоевала серебро в гонке преследования и стала третьей в индивидуальной гонке. Своё успешное выступление наша спортсменка продолжила на этапе Мирового кубка в Славянской Поклюке, где принесла Украине две бронзовые награды – в спринте и гонке преследования. Очередную победу Валентина Семеренко отпраздновала и в немецком Гельзенкирхене, где вместе с Сергеем Семеновым заняла первое место на традиционной рождественской гонке. Сейчас Валентина Семеренко занимает вторую строчку текущего общего рейтинга Кубка мира по биатлону. Напомню, что лучшая спортсменка месяца в Украине Валентина Семеренко становится уже во второй раз. Символично, что в прошлый раз подобное высокое признание от Национального олимпийского комитета Украины спортсменка также получила в декабре, но только в 2013 года. 200 метров дистанции именно такой отрезок отделил экспериментальный состав женской эстафетной сборной Украины от настоящей рождественской сказки. Наша команда провела очень достойную гонку на протяжении половины дистанции, радуя болельщиков лидерства в первой официальной гонке 2015 года. Анастасия Меркушина блестяще справилась со своим первым этапом, дебютным в составе эстафет Кубка мира. 19-летняя спортсменка безошибочно стреляла на рубежах и вполне достойно смотрелась по чистой скорости в компании куда более опытных соперниц. На передаче эстафеты Настя, хотя и была девятой, но отставание от лидеров составило всего 25 секунд. На второй этап украинские болельщики возлагали особые надежды. И лидер, а в какой-то мере даже символ нынешней команды Валя Семиренко также великолепно отработала на огневых рубежах и свой отрезок дистанции закончила уже лидером. Ольга Абрамова заставила поволноваться уже при стрельбе лежа, когда закрыла одну непокорную мишень только тремя дополнительными патронами. При этом, несмотря на хорошую скорость, Ольга подпустила к себе группу соперниц. Но зато стойку наша спортсменка отработала лучший конкуренток всего с одним запасным патроном, в то время как Надежда Писарева из Беларуси ушла на дополнительные 150 метров, а россиянка Дарья Веролайнин заработала два штрафных круга. Финишный круг Абрамова также провела очень хорошо и передала эстафету лидерам. Ирине Ворвенец в этой гонке досталось самое тяжелое испытание. Мало того, что, как всегда, на финиш гонки соперники поставили своих лучших биатлонисток, соревноваться с которыми в своей всего лишь второй в карьере гонки Кубка мира Ири было невероятно сложно. Так ситуация усложнилась еще и спустившимся на стадион туманом. Но Ворвенец в сложившихся условиях показала все, что могла, хотя скорости на дистанции ей явно не доставало. Всего два запасных патрона на рубежах и на последний круг, украинка ушла третий вслед за сборными Чехии и Франции. Но догонять Ирину бросились ведущие спортсменки Кубка мира Дарья Домрачева и Тирилл Экфов, за которыми уцепилась еще и итальянка Карин Оберхофер. И, к сожалению, уже на финишной прямой Ира упустила бронзу, финишировав в итоге шестой. А победу в гонке праздновала сборная команда Чехии, у которой Вероника Виткова на последнем километре дистанции была быстрее француженки Анаиз Бескон. Третьей стала Дарья Домрачева и ее сборная команда Белоруссии. В Кубке наций украинская команда остается седьмой, отставая от идущих пятыми норвежек уже на добрых 88 очков. 19 января пройдет жеребевка Кубка Украины по баскетболу. Как и планировалось ранее, в нынешнем розыгрыше этого турнира примут участие 8 команд. 7 лучших коллективов Суперлиги по состоянию на день жеребевки и единственные представители высшей лиги – столичный авангард. Первые четырефинальные встречи состоятся в период с 23 по 25 января, а ответные – с 30 января по 1 февраля. Финал четырех пройдет в Киевском дворце спорта в период с 21 по 22 февраля. В канун Рождества съемочная группа нашего еженедельника встретилась с одесскими баскетболистками из команды «Интерхимзюшор» имени Бориса Литвака. Впрочем, настроение у девушек было скорее рабочим, чем праздничным. Отдыхать подопечным Ириной Щепакиной некогда. Менее чем через 10 дней начинается второй этап женского чемпионата Украины по баскетболу. В первую шестерку команд, которая продолжит борьбу за медали, вошли по два сильнейших представителя от трех предварительных подгрупп. С заявным преимуществом первыми добрались до промежуточного финиша «Одесский интерхим», «Столичная Динамо» и «Ивано-Франковский» «Франковск», которые выиграли все матчи в своих подгруппах. Со вторых позиций вышли в шестерку «Бердянская чайка», «Венецкие блысковки» и коллектив «Сузьиря» из Ровно. Ну, мы собрались все вместе, поздравили друг друга перед Новым годом. У нас была неделя потом отдыха, и мы с 3-го числа начали тренироваться. В общем-то, были все, но сейчас приболели немножко Дина Матвеева и Жанна Лиходед. А так, в общем-то, все тренируются. Вот, что еще хочется сказать. Что был перерыв месяц у нас практически в играх. Мы успели сделать кроссовую подготовку, функционально подготовиться немного. Ну, и сейчас мы готовимся к предстоящим играм. В последний момент было решено сохранить участникам второго этапа так называемые «золотые очки», набранные в матчах между собой на предварительном этапе. Таким образом, по 4 балла еще до старта соревнований имеют наш «Интерхим», «Динамо», а также «Франковск». Соответственно, команды, которые уже встречались между собой в первом раунде чемпионата, на втором этапе в очных поединках пересекаться не будут. Команды эти укрепились. Взяли в «Динамо» Наташа Жержарунова и Соченко. Добавила состав, я знаю, что его на «Франковске». Добавляются игроки. Конечно, все хотят занять первое место. Я не думаю, что это... Ну, это как основные соперники, но команда Бердянская, команда Венеции тоже не из легких соперников. Есть опытные игроки. Игроки, которые защищали национальную сборную. Играли опытные очень. Поэтому все соперники будут серьезные. Конечно же, мы настроены только на первое место. Будем стараться, будем бороться. Девчонки хорошо тренируются. Поэтому любой соперник, он достоин. Поэтому будем играть только на победу. Отметим, что в календаре матчей женской лиги чемпионата Украины по баскетболу недавно были внесены уточнения. После чего стало известно, что в окончательном варианте «Интерхим» сыграет 17 января в Ровно против Сузьиря. А 24 числа будет принимать в Зюшор имени Бориса Литвака команду «Франковск». У нас получается, что мы будем играть каждую неделю, начиная с 17 числа. Потом первая четверка будет один тур. И потом будет плей-офф. Добавим, что другая одесская команда «Он Мувимар» примет участие в борьбе за места с 7 по 14. Этот турнир стартует 24 января. А первую игру команда Морского университета проведет в Днепропетровске против местного клуба ДВУФК «Зюшор номер 5». Волейбольный клуб «Химик» и швейцарский клуб «Канти» Шофхаузен договорились о сроках проведения матча и 1-8 финала Кубка Вызова ЕКВ. Первая игра между соперниками будет сыграна в Южном во вторник 13 января в 18.00. А ответный поединок пройдет в швейцарском Шофхаузене 21 января о 21 час 30 минут по киевскому времени. Между тем, в преддверии Еврокубковой битвы за путевку в четвертьфинал Кубка Вызова ЕКВ южненский «Химик» проведет спаренные встречи 8-го тура чемпионата Украины, сыграв 9 и 10 января в Виннице с местной командой Белосгар Медуниверситет. Соперник южненской команды по Еврокубку швейцарский клуб «Канти» Шофхаузен накануне визита в город Южный также проведет гостевой выездной поединок в национальном чемпионате, сыграв 10 января с командой «Кениц». После этого «Канти» отправится в Невшотель, где 17 января у него запланирована еще одна игра чемпионата Швейцарии. «Химик» же в этот период времени сосредоточится на подготовке к ответному матчу. Одесский Черноморец, несмотря на уход тренерского штаба и ряда лидеров команды, продолжает планировать подготовку ко второй части сезона в обычном режиме. Как стало известно нашей программе, моряки выйдут из отпуска 12 января, после чего у команды начнется первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет на штатной базе черноморцев в Савиньоне вплоть до 28 января. А второй двухнедельный сбор моряки планируют провести в Турции. На сегодняшний день одесситы продолжают отдыхать на зимних каникулах, являясь почти обезглавленными. Напомним, в декабре прошлого года Черноморец покинул его главный тренер Роман Григорчук, а позже и весь тренерский штаб в составе Михаила Савки, Степана Матвеева и Александра Глушенко. В замену Игорь Горчуку с приставкой ИО он стал наставник молодежки клуба Александр Бабич. Следом за тренерским штабом одесскую команду покинули уже и два верка номинальной основы, а именно Евгений Зубейко, перешедший путь первой российской лиги Тосна, и Алексей Гай, пополнивший ряды азербайджанской габалы. Субтитры создавал DimaTorzok